Подготовка ребенка к школе обязательно включает в себя посещение докторов. Справка нужна в учебное заведение, а знания о состоянии здоровья не будут лишними для родителей. Важно понимать, у каждого ребенка свои особенности и потребности, зная о которых маме с папой будет проще помочь первокласснику адаптироваться к новому режиму дня и нагрузкам. К каждому ребенку мы подходим индивидуально, у каждого есть свои особенности по развитию. Какие-то уже имеются диагнозы, поэтому нужно конкретно будет более углубленный по этому диагнозу осмотр. Какие-то идут впервые обследования, осмотры. На этих профосмотрах мы выявляем какие-то изменения минимальные или какие-то начальные стадии что-то. Может быть, какие-то признаки начальной болезни. Мы это можем вовремя предотвратить, начать профилактику. Список врачей, анализов и диагностик у каждого маленького пациента свой. Однако есть и обязательные для каждого. В их числе офтальмолог. Специалисты предупреждают все чаще, нарушения зрения выявляются у ребят первого года школьной учебы. Процесс ухудшения важно вовремя заметить и скорректировать. Во-первых, нужно проверять зрение регулярно, желательно до школы раз в год, во время школы два раза в год. Привязываться к каникулам. Соблюдать основные правила режима зрительной работы. Не читать лежа. И в первом классе не делать домашних заданий. Как бы это для учителей прозвучало не очень хорошо, но я радуюсь за то, чтобы дети не делали в первом классе домашние задания. Им хватает уроков, то, что они делают. Родителям следить за правильным оборудованием рабочего места. Достаточное освещение должно быть. Должно быть не только настольная лампа, но должен быть обязательно включен верхний свет. Опорно-двигательный аппарат – еще одна слабая зона современных школьников. Малоподвижный образ жизни и чрезмерное увлечение гаджетами приносят свои не самые приятные плоды. Нарушения осанки фиксируются у большинства представителей подрастающего поколения. Когда ваш ребенок приходит со школы, не обязательно его сразу садить за уроки, чтобы опять с парты он сел за парту. То есть у ребенка должно быть какой-то промежуток, который он должен посвятить себе, своему организму, своим мышцам. В идеале, конечно, когда родители приходят с работы, с ребенком пойти погулять. Но это не всегда получается. Поэтому дома организовать хотя бы 2-3 часа перерыва. Что касается уже непосредственно уроков, то ребенок должен тоже сидеть за правильно подобранной мебелью. Еще один важный аспект – проходить медкомиссию стоит в месяц рождения ребенка. Действительно, такая справка на протяжении года и позволяет избежать очередей в августе. Подобной практике уже не один год, и она давно доказала свою эффективность. Дети проходят, все специалисты, анализы. И когда требуется справка в школу, мы ее пишем. Либо, если они ближе к маю, июнь, июльские детки, мы пишем в месяц их уже рождения. Те, которые помладше детки, постарше, которые идут в декабре, исполняются 6 лет, они еще в школу на следующий год, в сентябре идут, они могут пройти медосмотр в декабре, в ноябре по месяцу рождения и справочку получить в школу, когда они непосредственно будут оформляться. Анастасия Стробкова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.